Здравствуйте! С вами снова Татьяна Бейко. И сегодня давайте нарисуем начало весны. Хочется нарисовать что-нибудь такое простенькое. Вот посмотрите, да? Какой-то пасмурный день. В общем-то, здесь и голубого неба практически не видно. Но главное березки. Можно использовать маскирующую жидкость или даже малярный скотч, чтобы нам сохранить эти березки, стволы берез. Я сделаю то и другое. А уже на моем примере мы посмотрим, что лучше. Там вдали, лесок, где-то чуть выше, чем у нас середина. Мы знаем, что ни в коем случае нельзя делить картину пополам. Значит, горизонт должен быть либо выше, либо ниже. И, может быть, композицию что-нибудь я поменяю, посмотрю. Итак, вот здесь горизонт у нас. Ну, там где-то, где будут не обязательно их даже и рисовать. Здесь, допустим, у нас водичка. Вот так вот, водичка. Там, допустим, как-то она идет. Вот, чтобы нам просто показать хотя бы немножко отражения тоже. Здесь вот эти вот три березки. На среднем плане, да? У нас тоже березки. Но так как они уже совсем вдали, то они будут вот такие вот и тоненькие. Все, наверное, уже знают, если вы используете маскирующую жидкость, естественно, кисть старенькая какая-нибудь. И сначала вы ее обмакните в мыло. У меня жидкое мыло. А потом уже в жидкость. Вот так она у вас не выйдет из строя. А сюда хочется цветочки. Так, сейчас для этого ствола я буду использовать вот такой малярный скотч. Он совсем практически не липкий. Сюда приклеиваю. Смотрите. Обвожу ствол, чтобы он такой реалистичный у нас был. И вырезаю. Отклеиваю, естественно. Вырезаю. Потом заново все приклеиваю. Так, я решила, что я сделаю вот так вот полностью. Потом покажу вам, как можно будет снять и можно ли будет снять краску, чтобы получить белый ствол. Но березки, они тоже не белые-белые. Давайте посмотрим, что у нас получится. Так, ну пока подготовлю замесы. Я буду использовать для неба светло-голубую, цирулиум голубой и желтый. Как я сказала, охру, либо сиену. Можно даже с добавлением немножко оранжевого. Так, так как небо совсем вот такой небольшой у меня участок, то я даже и смачивать не буду водичкой. Пока еще влажное принесу сюда чуть-чуть-чуть потемнее, вот так вот сверху. И сразу можно подготовить заранее ультрамарин и сиена жженая, перечневатое что-то. Даже немножко где-то может быть с оранжевым тоже. Где-то может быть чуть-чуть посветлее. Очень-очень влажно, посмотрите. Вот так вот. Берем хорошую детальную кисть и может быть где-то повыше, естественно, сделаем. Здесь у нас тоже березки. Значит, тоже немножко сюда потемнее, потому что я потом буду снимать краску. По центру можно немножко сиену жженую принести. Четки. Немножечко разбить. Работаем только до тех пор, пока мы видим, что очень все влажно. Как только даже уже глянец начинает уходить, пора остановиться. Как бы краску снимаю и туда ее. Так, здесь, на этом фоне, смотрите, любым мастихином. Вот видите, что я сделала. Мне, допустим, нужны белые стволы. Так как это все очень мокрое, я, получается, эту краску как бы поднимаю, а она обратно сразу в эту луночку заходит. Все, я уже ничего сделать с этим не могу, она будет темная у меня. Вот. Так что, а нужно ли мне это темное, я еще не знаю. Что где-то надо, пускай будет где-то, конечно, темные, но очень-очень тоненькие. И так вот, буквально, несколько прочертить. Лимонная желтая. Просто хочется яркого принести. И зеленая я пойду, скорее всего, отсюда. Здесь будет и зеленая, и, вот, видите, она слишком, она просто ядовитая, да? Мне такой не надо. Я приношу сюда оранжевые. Значит, можно здесь смешать, больше даже вот такого. Сиена жженая. Зеленая это у меня травянистая или травяная, как она там называется. И вот такими. Коричневые обязательно. Вот. Так, это тоже уже коричневая. Да, желтенький немножко останется, не так вот, а много, но он будет просматриваться. Тоже куда-то красная. Потому что здесь, если у нас цветы, то, в принципе, и красненькие могут быть цветы. Но с зеленым они смешиваются, вы знаете, хороший такой коричневый тоже дает. Вот, что если не цветы получатся, то, во всяком случае, как земля, или, может быть, какие-то пожухлые листики. Убить эту желтизну приношу. Вот этот вот, можно охру, можно сиену натуральную. Вот так вот, слегка просто она все равно будет там у нас проклядывать, это лимонная желтая. Но уже не так ядовито, не так ярко. Немножко побрызгать. Коричневые, вот сюда тоже. Сиена, пока так. И сразу убираем все эти четкие края, просто водичкой. Может быть, какие-то кустики сюда можно будет поближе принести. Теперь надо подождать, когда это высохнет. Ну так, пока мы ждем. Смотрите, я беру такую кисть, как чизел. Это тоже очень важно, чтобы она была очень тоненькая. И вот, допустим, постараюсь снять стволы. Вот этот скотч надо снимать, малярный скотч надо снимать, опять-таки, только после того, как все высохнет. Иначе сразу туда вода пойдет. Вот это очень важно. Я даже не понимаю, высохла или нет, но я попробую, допустим, сейчас. Вот, видите, ну, это ничего страшного. Пускай будет. Вот так. Ну, как вы видите, маскирую вот этот малярный скотч. Очень даже хорошая альтернатива маскирующей жидкости. Если у вас ее нет, то запросто на какие-то большие объекты вы можете всегда вот использовать эту такую технику. Приклеить, обвести, даже если очень большой. У меня есть видео, как пользоваться малярным скотчем. Ссылочка будет внизу. Ну, сделаем с этими березками что-нибудь. Это у нас будет, можно, ультрамарин и сиену жженую. Такой темный, но не очень. Кисть детальнее лучше всего. Она держит много тоже краски. Вот. Голубой практически. Очень жидким замесом. Это вода. Делаем какие-то небольшие точечки где-то. Черточки характерные. Темнее сделаем внизу. Всегда они такие какие-то там темные. Это ультрамарин и кадмин красные. Жидкая тоже очень. Тень. Так, ну сейчас вот они у меня еще влажные. Я немножечко где-то коричневым пройдусь. Я как бы наиболее такой темные в нескольких местах. И, конечно же, веточки. Такие темные. Я смешала, что у меня здесь и теневая, и коричневая немножко. Нет, там немножечко покажем. Здесь, чтобы не были они толстые и темные. Пока вот так, допустим. Чуть-чуть потемнее. Вот здесь вот эти характерные. Буквально на парочку. Так, все высохло. Но я сюда хочу принести еще потемнее. И водички вот так вот побрызгать. И плюс какой-то цвет тоже. Мелкие подальше. Это зубная щетка для собаки. А вот этой вот большой. Видите, удобно. Вот здесь мелкие. Вот прям распыляет, да? Ну, давайте сейчас большой посмотрим. Видите? Здесь получается более густо так. Чуть-чуть добавлю. Ну, жидкого сейчас тоже пока. Там, естественно, все в тени, да? И темное, но очень темное не хочется, естественно, приносить. Замочу сначала. Так, добавим голубого. Так же сиена. Сиена жженая. Может быть, с одной стороны немножечко потемнее. А потемнее это будет сиена. Можно сиену жженую. И ультрамарин. Сиена жженая. Ну, пока так. Здесь оранжевая с коричневым. Водичка. Это у меня, конечно, должен быть цирулен. Ну, я немножко еще яркого захотелось. Мне, можете этого не делать. Здесь такой бережок краешек будет размыт водой. Значит, нечеткая. Здесь у нас все равно будет тень. Что-то, чтобы он так вот. Растушевка идет. Можно водички немножко набрызгать для тереса. Можно туда даже соль немножко насыпать. Интересно мне. Смотрите, как я прохожу сейчас полностью губы и салфеткой. У меня, как она белая совсем становится, да? Смотрите, если хочу принести потемнее, тогда, естественно, меньше воды и больше пигмента. Зеленая, это может быть любой желтый и синим. Либо я сейчас добавлю этого bright синего к желтому. У меня такой темно-зеленый получается, почти коричневый. Субтитры создавал DimaTorzok Так, это спейный. Немножко сюда потемнее хочется. Чтобы очень-очень такой добавить тонкий, то просто вот скребем. У нас светлая, значит, левая сторона, здесь у нас темная. Так же, что можно сделать, надо, чтобы она, конечно, все высохла. Вот так вот немножечко водички принести между и добавить туда, допустим, потемнее. Это может быть ультрамарин и пейная, и плюс ализерин. И вот они такие темненькие. И вот они такие темненькие. И вот они такие темненькие. И вот они, допустим, поближе сюда еще к нам какие-то. И видите, как сразу березки хорошо обозначились. Если вот они высохли, то здесь уже можно будет работать. То, что мы часто, конечно, от Peroleza, это это еще плохо. Где-то 힘들о почему-то еще, только посещаем. И для нас восьми вечера. И однако этот первый день и вас еще не дойдет. мы приемли мы чтобы нам нравиться. И вот это причем мое поучение failed. С тобой повесила профixение плыfoть. Продолжение следует... 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 Парочку надо таких, да, вон-таки внушительных. Ой, там еще мокро где-то. Не забываем, да, в основании веточка всегда пошире. Я взяла большую кисть сейчас, поэтому я не делаю их очень длинными, потому что они очень толстенькие получаются. А сейчас перехожу уже на детальные. Сейчас еще очень много краски, поэтому я пока иду так. О, мокрое. Пока не будем тогда заходить. Ну, сейчас уже можно убирать. Вот так, мне кажется, точки поставил, и уже кажется, что это маленькие ромашки. Вот так. Так, ну, сюда тень, последняя. Должно быть либо зеленая, темно-зеленая, либо темно-коричневая. Значит, если нет такого солнца, да, то, естественно, нет и тени такой яркой. Сейчас, может быть, где-то еще вот так. Более яркие, более темная. Немного. Давайте посмотрим, что же у нас здесь получилось от себя. Вот такая вот у нас картина получилась. Я думаю, что очень даже неплохо. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, пожалуйста. Пишите комментарии, поддерживайте мой канал. Я вас очень прошу. И до скорого. Пока-пока. Все. Продолжение следует...